В Новосибирске идет так называемая тихая война между легальными таксистами и подпольными перевозчиками. На помощь последним приходят местные бандиты, а вот таксисты, которые работают официально, вынуждены нанимать сотрудников ЧОПов для охраны. Выстрелы уже звучат и рядом с торговыми центрами, и у вокзалов. На эту тему специальный репортаж из Новосибирска Екатерины Дударевой. Новосибирский таксист Владимир Реутов не ожидал, что станет героем уличного боевика. На днях он в буквальном смысле слова попал под пулей, был ранен в ногу. Отошел таксист знакомый ко мне и сказал, что желает со мной побеседовать бандиты. Так и сказал. Это произошло на парковке крупного торгового центра. Мужчине посоветовали покинуть ее и никогда больше не возвращаться. Владимир отказался. Я ему сказал, что мы здесь будем работать, так как мы логотипные машины. И буквально несколько секунд спустя произвучали два выстрела из-за припаркованного черного джипа на 11 парковке. И они побежали. Недалеко была припаркована машина без домеров и иномарка. На ней мы быстренько уехали. Выстрелы у торгового центра за последнее время звучали дважды. Коллега Владимир оделся легким испугом, но машину пришлось отдавать в ремонт. Каждые выходные из Мегамола выходят сотни людей с тяжеленными сумками. Часть из них идет на ближайшую парковку искать машину с шашечками. Так что эта стоянка для таксистов – место очень хлебное. Автовокзал – еще одно доходное место. Легальные таксисты стоят слева, нелегальные справа, поближе к зданию. И не приведи случай пересечить границу, говорит водитель Евгений, который опасается говорить открыто о тихой войне за выгодной точке. В городе много мест, где стоят частные таксисты. Очень много мест, где не пускают. Можно подъехать туда, стоять в том месте. Они подходят, просто убирая машину. Если слов мало, в ход идут ножи и монтировки. Порезанные шины и разбитые стекла стали для таксимоторных компаний делом привычным. Вероятно, это связано в том числе с вступлением к действию 69-го закона и с тем, что количество работы и количество свободного хлеба для нелегальных перевозчиков очень снизилось. Эксперты говорят, в регионе развернулась ожесточенная борьба за рынок перевозок. Из доходного бизнеса выживают не только легальных таксистов, но и тех водителей-дальнобойщиков, которые работают официально. К сожалению, и на трассах появились факты нападения на водителей, вымогательства, нападения на водителей большегрузных автомобилей. А чего требуют? Это в каких суммах? Как реагируют? Мне сейчас сложно сказать, но суммы различные. Опять же, те же методы. Разбивает стекла, угрожает. В частности, я очень хорошо знаю, что это сильно распространено, уже движется в нашу сторону, со стороны Урала. Диспетчерская, добрый день. Запрос тревоги прислали. Что случилось? Помощь нужна. Перевозчики в массовом порядке начали обращаться за помощью к охранным предприятиям. В Новосибирске это уже тенденция. Чоповцы даже разработали специальный алгоритм действий. Попытки передела или запрета работать на определенной территории, такие случаи есть. Возникают проблемы, приходится выезжать. То есть, иногда до открытых столкновений это доходит, до применения оружия, правда, не с нашей стороны. Правда, полицейские не считают, что участившиеся конфликты между таксистами как-то связаны. Два разных факта, два потерпевших. Между собой никаким образом они не соприкасаются. Вопрос серийности здесь не стоит. По одному факту, которые события имели место 23 числа, причинение телесных повреждений гражданину, возбуждено уголовное дело, проводятся расследования. А таксист Владимир Реутов уже вернулся на ту же парковку, где и был ранен. Но теперь в его машине есть тревожная кнопка. Екатерина Дудрева, Дмитрий Иванов, Сергей Радаев, Андрей Караваев. Дежурная часть Новосибирск. В субботу в 11.55 на нашем канале новое расследование.